Памятник героя Малсиба, информационная доска герою Советского Союза Михаилу Ашику, украшение торцов зданий символикой победы. В библиотеке имени Пушкина провели встречу в честь закрытия Года памяти и славы. За минувший год на территории Колымы провели тысячи мероприятий, которые посвятили Великой Победе. Это и блокадный хлеб, и красная гвоздика, и свеча памяти. Как отмечают специалисты, символично, что в 2020 году Россия не только отметила 75 лет со дня победы, страна выиграла еще один бой – бой с коронавирусом. У нас появилось также оружие победы – это вакцин, которые пытаются сегодня оболгать, дискредитировать, только для того, чтобы лишить нас этого оружия и результатов. Результатов борьбы с пандемией. Еще хочу сказать, так же, как и в те годы, в те годы, я думаю, они поймут ветераны, у нас был и есть верховный главнокомандующий, выполняя указания которого, я думаю, нам удалось победить. В этот день памятными подарками и грамотами наградили всех, кто помогал в организации торжественных мероприятий в год памяти и славы. Поблагодарили и Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана в лице руководителя Виктории Глазыриной. По ее словам, год был непростым, поскольку большинство мероприятий пришлось проводить в онлайн-формате. Очень тяжело было проводить их в том плане, что хотелось молодежи и организаторам общаться с ветеранами, а так как у нас был ограниченный режим, приходилось это делать иначе, ну, другим образом. Но, несмотря на это, мы справились, очень трогательно прошли поздравления именно 9 мая во дворах ветеранов. Мы участвовали в этом, организовывали, договаривались с ветеранами, очень тепло и памятно, волонтеры участвовали в данной акции. Также именно участников войны поздравляли около их домов. Волонтеры приносили ветеранам подарки с соблюдением всех санитарных норм. По словам Виктории Глазыриной, несмотря на то, что дистанция мешала, организация старалась осуществить все запланированные мероприятия. Также для всех присутствующих в библиотеке Пушкина выступили танцевальные коллективы и сольные исполнители. Более 5000 субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано в Магадане. Как их финансово поддерживать? В мэрии областного центра провели заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на 2022-2026 годы. За последние 4 года на поддержку магаданских бизнесменов выделили 12 миллионов рублей. Из них почти 2 миллиона. Местный бюджет – 10 областной. Финансовую поддержку получили 42 предпринимателя. Десяти предпринимателям возмещена часть затрат на создание собственного дела на сумму 2,3 миллиона рублей. Семи предпринимателям компенсирована стоимость аренды и оборудования при проведении областных универсальных ярмарок на общую сумму 6,3 миллиона рублей. 25 предпринимателей получили возмещение затрат за участие в гастрономическом фестивале «Колымское братство». Это было разовое мероприятие в 2018 году на сумму 3 миллиона рублей. В реализации мероприятий программы активно участвовал Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства. В рамках заключенного соглашения продолжается реализация совместного проекта мэрии и Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» проект «Бизнес-школа мини-бизнес-инкубатор». За период реализации программы 28 начинающих предпринимателей получили практический опыт ведения бизнеса. Новая программа предусматривает информационную и финансовую поддержку бизнесменов в социально значимых областях. Также планирует возмещать затраты на создание собственного дела и аренду оборудования. Предприниматели отметили, что главной проблемой за минувший год стало финансирование, поскольку коронавирус внес свои коррективы. Однако в новой программе многое предусмотрели. «Посмотрели мы проект, который создан на смире города и отделам экономического развития. Очень положительно. Я считаю, что это для будущего, особо для малого бизнеса, очень приоритетно. Очень много плюсов, которые надо именно многим взяться за это дело и заниматься». Кроме того, на Координационном совете обсудили деятельность организации «Микрокредитная компания Магаданской области». Предприятие гарантирует приемлемую ставку по кредитам для бизнесменов в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Продажа субсидированных билетов для магаданцев уже началась. Этот вопрос обсудили на заседании правительства Магаданской области. Льготные билеты предоставляются колымчанам, которые летят по маршруту «Магадан-Москва-Магадан». Чтобы воспользоваться льготой, гражданин должен иметь прописку на территории Магаданской области. На реализацию программы Дальневосточному федеральному округу выделено 5 миллиардов рублей. В Магаданской области из этого бюджета предусмотрено 381,8 миллионов рублей. Это позволит колымчанам приобрести 18 тысяч билетов в обе стороны или 36 тысяч билетов в одну сторону. «Представленный вариант покупки билетов, самый простой вариант – обращение к кассе через агентство. И далее, в левой стороне презентации представлен алгоритм, как купить билет на сайте «Разлота». В течение 7 дней можно купить билет, из которых 5 дней после обращения покупателя через сайт и предоставления скана документов, он проверяет в течение 5 дней». Если вся информация в документах гражданина подтверждена, магаданец может выкупать свой билет. Также при его оплате можно использовать ваучер. Губернатор Магаданской области дал распоряжение, чтобы при покупке билетов не допустить возникновения жалоб у граждан. Специалисты отметили, что кассы продажи авиабилетов «Аэрофлот» на территории Магаданской области должны начать свою работу с 1 марта. Но компания выставила некоторые требования по оформлению авиаказ. Несмотря на это, губернатор Колымы распорядился, чтобы очная продажа льготных билетов открылась в срок. На базе СВГУ Общественный совет при ОМВД Магаданской области провел прием граждан. Основная цель встречи общественников с жителями города – услышать и помочь в решении заявленных проблем. «Общественный прием граждан, которые хотели бы, чтобы мы оказали им помощь в решении их личных вопросов, связанных с областью правопорядка, нарушения их прав. Возьмем, что называется, на карандаш, обязательно установим связь с соответствующим участковым и полномочным, постараемся решить проблему». Нуждающихся в помощи оказалось немного. Самым проблемным случаем стала затяжная история гражданско-правового характера в семье жительницы Магадана. По ряду причин она не знала, куда ей обратиться. Представители совета разобрались в деталях дела. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я по объявлению звоню, хотела бы шубу у вас купить. «Да, девушка, вы знаете, на нее уже столько желающих, уже просили вот отложить до вечера. А давайте так сделаем. Вы переведете предоплату или аванс, а я объявление сниму и шубку для вас оставлю». «Хорошо, давайте так и сделаем». «Отлично, сейчас пришлю вам ссылку на оплату». «Хорошо, жду, спасибо». «Всего доброго». «До свидания». Низкая цена на товар должна вас насторожить. Никогда не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Для онлайн оплаты покупок используйте отдельную банковскую карту. По возможности оплачивайте товар после его получения. Продолжение следует...